С незапамятных времен паломники приезжают в Зачатевскую церковь города Чехов к чудотворному образу зачатия праведной Анны Пресвятой Богородицы, чтобы помолиться о даровании детей и внуков, ведь святые Иоаким и Анна – прародители Иисуса Христа. Помимо молитвы о даровании чад супругам, очень много приходят родственников, в основном это мамы тех женщин, которые должны вот-вот родить. И они тоже приходят, молятся перед этой иконой, чтобы их дочь благополучно разродилась, родила здорового ребенка без болезни и сама не пострадала во время родов. Агния Ярославна Савастенкова, просворница Зачатевской церкви, мечтала о внуках, но ее дочери ставили бесплодие. Женщина молилась святым праведным Иоакиму и Анне, и свершилось чудо. С разницей в год и месяц дочь родила двух девочек. И когда я оказалась в этом храме, самое что удивительное пришло мне в голову, что святые Иоаким и Анна, они являются бабушкой и дедушкой Иисуса Христа. Поэтому, естественно, я стала благословение брать постоянно, вот подходила к иконе, молилась, и вот совершилось чудо. И самое интересное, что у Иоакима и Анна, у них получилось, что Пресвятая Богородица, девочка, а потом те, кто построил этот храм, тоже молились и строили этот храм, дали такой себе как бы обед, у них тоже родилась дочь, и у нас тоже рождаются девочки. Действительно, церковь была построена в 17 веке по обету данному стольникам Савы Лукьянчиковым. Его жена Анна долгое время не могла зачать. Супруги слезно молились о чадо родии. Он поехал в монастырь, в Серпухов, молился и там дал обещание. Если у него родится ребенок, то он построит храм. И из истории храма мы с вами знаем то, что у него родилась дочь, и когда его супруга была в положении, он заложил этот храм и начал его строительство. И уже после рождения дочери этот храм был построен и назван в честь зачатия Пресвятой Богородицы и в память того чудесного события, которое произошло в его семье. Святые Иоаким и Анна до глубокой старости не имели детей. По горячим молитвам благочестивых супругов ангел Господень возвестил им о зачатии дочери, которая благословит весь род человеческий. Пресвятая Дева Мария родилась в Иерусалиме. Житие святых Иоакима и Анны – образец супружеской любви, которая вместе с молитвой Господу поныне творит чудеса. Могу точно сказать об одной женщине, зовут ее Марина, которая в течение 43 лет не имела детей. К сожалению, никакие врачи, никакие в том числе научные какие-то разработки не помогали ей зачать ребенка. Она вместе с своим мужем приезжала на протяжении двух лет к нам в храм. И в прошлом году у нее родился ребенок, и спустя 40 дней она пришла сюда для того, чтобы, прежде всего, совершить обряд, наречение и записаться на уже непосредственно крещение младенца. Образ богатцов Иоакима и Анны является главной святыней зачатевского храма. Сама старинная реликвия хранится в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. А в церкви находятся иконы, написанные уже в наши дни. Перед ней еженедельно по субботам совершается молебен. Многие супружеские пары прибегают к заступничеству Пресвятой Богородицы и праведных Иоакима и Анны и получают утешение в рождении детей. Татьяна Дьякнова, Дмитрий Борисов, Илья Мартынов. Субтитры создавал DimaTorzok